Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсорами на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Министр обороны Анатолий Насатый считает, Молдова не входит в военные планы России. Об этом он заявил в интервью порталу Агора, отметив, что в настоящее время граждане Молдовы находятся в безопасности. По его словам, российские войска ведут боевые действия на юго-востоке Украины, расстояние от которых обеспечивает Молдове стабильность. Несмотря на то, что на юге республики иногда еще слышны взрывы российских ракет, что очень настораживает в настоящее время непосредственной опасности возможной агрессии или военных действий на территории Молдовы нет. По официальным каналам, из нескольких источников сообщалось, что военные планы РФ не нацелены на территорию РМ, отметил Насатый. В апреле замкомандующего Центральным военным округом России генерал Рустам Минникаев заявил, что Москва планирует создать сухопутный коридор, который даст России доступ в Приднестровский район, где уже размещены ее войска. Он мотивировал в тем, что в регионе отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Ранее министр обороны уже не раз утверждал вышесказанные. Рискового распространения войны на территории Молдовы на данный момент нет. Об этом заявил министр обороны Анатолий Насатый в эфире передачи одного из частных телеканалов. По его словам, опасность полностью не исчезла, но сообщения, поступающие по дипломатическим каналам, показывают, риски сейчас ниже, чем по сравнению с февралем, когда в Украине началась война. Однако в случае нападения России на Республику Молдова национальная армия будет защищать суверенитет и территориальную целостность страны, подчеркнул министр обороны. Анатолий Насатый, министр обороны РМ, ситуация в Украине сильно изменилась. Боевые действия отдалены от границ Республики Молдова. Предпринимаемые украинные меры отодвинули фронт от Николаева и Одессы. Благодаря международным усилиям, показанию помощи Украине оружием, страна имеет возможность защищать свое Черноморское побережье, в том числе воздушное пространство, что для нас очень благоприятно. Отвечая на вопрос о возможном риске распространения конфликта на территорию нашей страны, Анатолий Насатый отметил, что ситуация под контролем. На дипломатическом уровне, все спокойно, никаких признаков, которые свидетельствовали бы о возможном намерении Российской Федерации, напасть на республику нет. Нам постоянно говорят, что военная операция не касается Республики Молдова и прямых угроз для нее нет, говорит Насатый. В то же время министр подчеркнул, что национальная армия, состоящая из 6,5 тысяч военнослужащих, исполнит свой долг по защите страны, если ей будет грозить опасность. 6,5 тысяч – такое количество мы можем себе позволить в настоящее время, но при необходимости можно провести мобилизацию, численность армии может быть увеличена в зависимости от опасности, причем намного. «Очень надеемся, что до такой ситуации дело не дойдет, но мы должны быть готовы защищаться. Ждем помощи от наших стратегических партнеров», – подчеркнул министр обороны. Анатолий Насатый отметил, что Румыния, как член НАТО, не может предложить Республике Молдова поддержку в виде военного контингента. «Есть наглядный пример Украины, которая поддерживает тесные отношения с Польшей, но польские воинские подразделения не участвуют в боевых действиях. В сложных ситуациях речь может идти о помощи вооружениями, техникой, снаряжением», – добавил министр. Недавно во время передачи на общественном телевидении президент Майя Сандо рассказал о модернизации системы обороны. Она подчеркнула, что Молдова – мирная страна и остается таковой, но и необходима современная военная техника, чтобы быть в безопасности. Если усложнится ситуация, как в Украине, в то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Молдовы нет причин видеть в России угрозу. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!